Между тем, в Казахстане приняты все меры по нераспространению коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Ельжан Бертанов. Он также попросил населения соблюдать спокойствие и правила личной гигиены. Сейчас по всей стране в рамках мероприятий по профилактике коронавируса проходят учения. Одно из них в эти минуты проходится в Шимкенте. За ним наблюдает Катерина Попкова, и она готова рассказать нам в прямом эфире о том, что увидела. Катя, здравствуй, тебе слово. Здравствуйте, Жанна. Действительно, на железнодорожном вокзале Шимкента впервые отработали непростой сценарий. По легенде, в одном из поездов ехал подозрительный больной с признаками коронавирусной инфекции. В поезде также находились еще десятки других здоровых пассажиров, которые контактировали с ним. И сейчас мы наблюдали за тем, каков алгоритм действия служб экстренного реагирования в этой ситуации. После того, как на ближайшую станцию АЕ оказался Шимкент, поступил телефонный звонок о наличии в поезде пассажира с признаками простуды. Немедленно была отправлена медицинская бригада медиков. На изоляцию больного у них было всего несколько минут. Его быстро осмотрели и повезли в ту больницу, которая была определена как карантинная зона для людей с подозрением на коронавирус. Затем началась дезинфекция вагонов от мечу. Во время учения вокзал работал в штатном режиме. Ранее в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг сообщали, что эпидемиологическая ситуация в городе стабильная. В 12 компаниях Шимкента работают 243 гражданина из Китайской Народной Республики. Под наблюдение взяли тех, кто в ближайшее время ездил к себе домой. Всеми ли медикаментами обеспечен регион, нам расскажет заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Голымжан Абишев. Голымжан Матайевич, вам слово. В целом по городу Шимкента эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции спокойная. Запасов лекарственных средств, в том числе противовирусных препаратов медицинских организаций в достаточном количестве. Также имеется запас всех изделий медицинского назначения. Спасибо. Отмечу, что подобные учения прошли и в аэропорту Шимкента. Специалисты отметили хороший уровень их организации. На этом у меня пока все. Жанна, тебе слово. Спасибо, коллега. Катерина Попкова рассказала, как проходят учения по профилактике коронавируса в городе Шимкент.